Сейчас пока тишина Я думаю, что можно начинать Отлично, хорошо Меня зовут Александр Кулицкий Я являюсь тренером по психологии Практикующим психотерапевтом, коучем Уже вел одну тренировку на данном портале Многим она понравилась Кто-то решил, что она очень неоднозначная Так и есть Там не было простых рецептов Там была правда Сегодня будем говорить по поводу эмоций Тереновка будет немножко отличаться от предыдущей Будет больше информации Для размышления, для понимания В целом, что такое эмоции Оноциальный интеллект Как с этим работать Что делать Мне кажется, что многим из вас она покажется чуть проще Но при этом все равно достаточно интересной Что ж Я думаю, можем переходить к самой сути Хотя перед этим Так как я заявил, что я визителенный тренер Давайте снова обучимся простым навыкам общения Если бы был тренинговый зал, я бы что-то говорил Вы бы либо кивали, если были согласны Либо бы мотали головой в сторону Если у вас были какие-то сомнения на этот счет Попрошу вас, чтобы заодно убедиться Сколько нас человек, сколько меня слушает Сейчас, кто объяснится позже Поставьте, пожалуйста, плюсы И минусы Чтобы я убедился в том, что у вас есть инструментарий Говорить да и нет Ну-ка, смотрим чат Есть Отлично Хорошо Замечательно Теперь Как обычно По традиции Личная просьба Я буду много чего говорить И у меня просьба к вам Когда я буду говорить что-то Воспринимайте, пожалуйста Так, как будто бы я обращаюсь лично к тебе Давайте снова на «ты» проведем этот вечер Договорились? Если да, ставьте плюсы Я внимательно слежу за чатом Хорошо Так, как-то маловато плюсов Может кто-то еще отошел Супер У нас уже появился некий контакт Некое взаимопонимание Это замечательно Также я очень попрошу вас Осознанно и хорошо включиться в работу Я не буду задавать вопросы И буду оборотить, пожалуйста, на них искренне Видите, как ты это чувствуешь Для самого себя в первую очередь Если я буду просить участвовать как-то в чате Будь добр, прояви участие Это важно в целом для твоего личного обучения Что ж, я думаю, можем переходить к сути Тема сегодняшнего занятия Эмоциональный интеллект Что это, как это использовать И как развивать Дальше Как управлять своими и чужими эмоциями Чужими я взял специально в скобочке Поставил звездочку Когда я объявлял эту тренировку У меня была какая-то в голове концепция Очень важная, как это все подать Когда я начал детально прописывать Я понял, что я и так за рамки выхожу Все-таки ведение живых тренингов И совсем другое, чем ведение онлайн И там гораздо больше времени Поэтому я дам необходимые концепции И по поводу чужих эмоций Я думаю, ты сможешь сам разобраться Что с этим делать Когда освоишь первые шаги Которые будут связаны именно с тобой С твоими личными эмоциями Ну и конечно же, если все-таки будут вопросы По этой теме Я в конце дам на них какие-то ответы Далее Наши ожидания и цели этой игры Польза и вред Мы этого очень много на самом деле Касались в предыдущей тренировке Это будет очень подробно разобрано В полном курсе Но сегодня все равно коснусь Дам основные моменты Основные рекомендации Возможно, ты уже их знаешь Если ты развиваешься Если ты работаешь со своей игрой Но в целом это будет тоже очень полезно Поехали Ничего личного, ребята Просто бизнес На этом построена покерная индустрия И замечательная фраза Из книжки «Бизнес Телефанк» Единственный путь к созданию прибыли Это привлечение эмоциональных А не рациональных сотрудников и клиентов Это апелляция к их чувствам и фантазиям Именно поэтому покерный бизнес И в целом весь гэмблинг Имеет такое широкое распространение Такое большое количество клиентов И такое большое количество мифов Там все завязано на эмоциях людей Причем не на самых позитивных Теперь поговорим о том, что такое Национальный интеллект В целом одного только познавательного интеллекта Так называемого IQ Недостаточно для того, чтобы достигать успеха Именно поэтому в свое время Известный ученый Говард Гарнер Вел теорию множественного интеллекта Который включал в себя кроме Какого-то логически-математического Еще лингвистический, телесно-кинестетический И другие виды интеллектов Что я имею в виду? Если мы понимаем под интеллектом Способность человека обрабатывать Определенную информацию То различные виды интеллекта Будут связаны с обработкой Различной информации Эмоция это тоже информация Как и логика Наши телесные ощущения Это тоже инфа С которой нужно что-то делать Сам по себе эмоциональный интеллект Это способность человека оперировать Именно эмоциональной информацией То есть той, которую мы получаем Или же передаем Что тоже очень важно С помощью эмоций Эмоции несут в себе информацию Это тоже очень важно понимать Возникновение и изменение эмоций Имеет логические закономерности Ничто не происходит просто так Всегда есть четкая взаимосвязь С какими-то факторами Которые будут вызывать сильные эмоции Либо позволять Или же, что более важно В нашем случае Не позволять Принимать сильные решения Эмоции влияют на наше мышление И участвуют в процессе принятия решений Как-то так Ну, я думаю, вы все прекрасно про это знаете Все вы прекрасно помните Когда вы играли в отличном состоянии Когда вы просто разрывали поле У вас все получалось И еще при этом перло И все, я думаю, вы помните моменты Когда вам казалось, что все против вас Да Абсолютно разные состояния И абсолютно разная информация Абсолютно разное мышление Абсолютно разные решения Ваши были приняты в моменте игры В целом, как бы Тут такая штука Перед тем, как я перейду к мифам Сделаю еще небольшое отступление По данным последних нейрофизиологических исследований Без эмоций вообще невозможно принимать Какие бы то ни было решения Есть такой нейрофизиолог Антонио Дамасио Вроде бы правильно фамилию назвал Он даже написал об этом книгу Под названием Ошибка Декарта Название книги связано с известной фразой Декарта Я мыслю, а значит я существую Вообще, с точки зрения современной науки Более правильным является вариант Я чувствую, значит существую Дамасио утверждает, что окончательный импульс В пользу того или иного выбора Происходит из отделов мозга Которые отвечают именно за эмоции И при этом, что интересно В 2002 году психолог Как же Канневан вроде бы Да, Дэниел Канневан Получил Нобелевскую премию по экономике Ребята, по экономике За доказательство того факта Что на принятие экономических решений Влияют нерациональные факторы В том числе и эмоции У него даже книжка есть По медической экономике Если кому-то интересно Можете ознакомиться В целом Мифы следующие Люди, которые обладают эмоциональной компетентностью Они очень эмоциональны Это не так Эмоциональный человек или не эмоциональный Или более спокойный Это больше связано с тем Какой у него темперамент Какой у него характер Эмоциональная компетентность Это про то, как ты чувствуешь свои эмоции Как ты их воспринимаешь Каким образом ты ими управляешь Ты можешь быть хоть флегматиком Но эмоционально компетентным человеком Кстати, эмоциональная компетентность Называется EQ Ну то есть IQ Интеллект EQ Эмоции Человек с высоким EQ Всегда спокойный В хорошем настроении Тоже неверно Человек с высоким EQ Может быть в таком настроении В таком состоянии эмоциональном Которое ему нужно В данный момент времени Для той или иной ситуации Для достижения той или иной цели Это очень важно И все мы люди Мы должны понимать Что мы можем быть разболтаны Бывают потрясения Которые очень сложно выровнять эмоционально Несмотря на всю компетенцию Да, там, со временем Это можно сделать На плече момент В эмоциональной компетентности то, что Если мы берем профессиональную сферу В нашем случае это покер То нам нужно Достигать именно спокойствие В этот момент времени Когда у нас сессия Когда мы катаем Когда куча столов Куча важных решений Еще один миф Что эмоциональный интеллект Важнее, чем познавательный интеллект В целом, как бы Сейчас это тренд Эмоциональный интеллект Все дела В мире психологии Его очень сильно пиарят Может быть, кто-то из вас Про это слышал Может быть, нет Это нормально, ребята Русский психолог Здесь я А вы Профессионалы в покере Так вот Не бывает Какого-то интеллекта Который более важен Ваше тело Оно работает в комплексе Это тело Это эмоции Это ощущения Это интеллект Там Довляют сюда еще энергетику И прочие вещи Но это структура Единая В которой Как бы Если есть какой-то дисбаланс В той или иной ее части Она разваливается Если у табуретки Отпилить одну ножку На ней будет Очень крайне Неудобно сидеть Или сделать одну ножку Более толстой Более важной Нет, не так Все очень важно И важно Именно в комплексе К примеру Далеко не нужно ходить Я в целом Когда играл в покеру Это был довольно Прокачан По эмоциям Мне сложно было Вывести из себя Я мог играть Длительные сессии В минус В последний момент Когда я играл Гипертурбах Отзапы Но это мое спокойствие Оно Скажем так Не влияло На позитивный результат Игры Потому что Я допускал ошибки Именно логические Именно интеллектуальные Как-то так В целом Есть некая модель Моциальной компетентности Она состоит Из четырех навыков Первый навык Это умение Осознавать свои эмоции То есть Понимать вообще Реально Что с тобой Сейчас происходит Что ты чувствуешь Почему ты это чувствуешь Зачем тебе это Порядка Поговорим дальше Второе Это умение Осознавания эмоций Других людей Очень важно Уметь не только Понимать самого себя Но и видеть Считывать Реакцию И состояние С других людей Которые находятся Рядом с тобой Находятся с тобой Взаимодействии В коммуникации Либо же за одним Покерным столом Да Когда мы говорим Про онлайн Это довольно сложно Хотя при этом При всем При должном навыке Вы прекрасно Можете понимать Что если фиш Залил пару стеков То явно У него есть Объединенные эмоции На которые можно Надавить Он очень хочет Тут играться А кто-то Наоборот Может зажаться И сидеть Очень тихо И играть Очень тайтово Это уже Ваши лица Это уже Ваше умение Пользоваться ХМ Хадом И другими Вашими заметками Наполнить Других игроков Третий пункт Это умение Управлять Своими эмоциями Важно Только понимать Что господи Да я в тильце Я тут разношу Все вокруг Нового И сдерживать себя Или же Перенаправлять Эту эмоцию Или каким-то образом Ее взять под контроль Чтобы потом С ней поработать Ну и четвертый пол Это умение Управлять эмоциями Других Весь прикол В том Что данная модель Является Иерархической То есть Другими словами Каждый следующий навык Можно нарабатывать Уже имея В своем арсенале Предыдущий Так И только Так По другому Это не работает Нельзя научиться Управлять эмоциями Других людей Квят до этого У тебя Все предыдущие Три пункта Профокапливают Это очень странно И очень сложно И это ни у кого Не получается Хотя Наш эго Говорит об обратном Что Ну я же могу Что-то как-то да На самом деле Правильно И компетентно Нет Крутые манипуляторы Это в первую очередь Очень круто Прокаченные люди По эмоциональному Интеллекту И по Интеллектуальному В том числе Как говорил Publisir Можно управлять Только тем Что мы осознаем То что мы Не осознаем Управляет Нами Все Человек Человек с высоким уровнем Эмоциональной компетентности Способен четко Осознавать Какую эмоцию Он испытывает В тот или иной момент Времени Различать степень Интенсивности эмоций Представлять Источник эмоций Замечать изменения Своего состояния А также Прогнозировать Каким образом Данная эмоция Может отразиться На его поведении Я думаю Многие из вас Научились Уже Во время тильта Закрывать столы Но если нет То это вопрос Времени И Проигранных стеков Сознавание И понимание Своих эмоций Вот вам табличка Тут две колонки Человек с высоким уровнем Владения навыком Человек с низким Уровнем владения навыком Правое и левое Соответственно Так Я сейчас гляну На секундочку Мы все стремимся Оказаться в левой части То есть Человек Который осознает И понимает Свои эмоции Это человек Который обращает Внимание На мясное состояние Каждый момент Времени Может точно Определить Какую эмоцию Или спектр Он испытывает Осознает Изменения В своем настроении Может определить Возможную причину Возникновения То ли иной эмоции Понимает Какими ощущениями В организме Сопровождается Появление То ли иной эмоции Понимает Каким образом Испытывая эмоции Кажется на его поведении Понимает Когда эмоции Переходят Тот уровень интенсивности При котором Он еще способен Ее управлять И самое важное Учитывать Свои эмоции При принятии решений Или каком-либо выборе Вот здесь баллы Стоят Между колонками Соответственно Вы можете Для себя Дома В качестве Домашки Сделать Принскрин Например Или во время Записи Тренировки Честно Для себя Ответить По баллам Идеал Это десятка Слева У кого-то Реальность Может быть Единица Справа Каждый этот пункт На него стоит Обращать внимание Его стоит развивать Таким образом Поговорим далее Важно здесь Понять такую штуку Что эмоциональная Компетентность Как и другие навыки Она развивается И нарабатывается Нас чаще всего Учили не осознавать А подавлять Свои эмоции Но между этим Подавление эмоций Довольно вредно Это сказывается И на здоровье И на отношении С окружающими людьми Именно поэтому Имеет смысл Учиться осознавать Эмоции И нарабатывать Другие способы Управления Ими Ты можешь даже Вспомнить Случай в своей жизни Когда ты подавлял эмоции И Ни к чему хорошему Ты не приводила Рано или поздно То, что ты давишь Как в банку Впихнуть невпихуемое А лучше хороший пример Это банка Которая стоит на балконе С водой Зимой Соответственно Вода кристаллизуется Появляется лед Объем превышает Допустимый Банка лопается То же самое происходит С вами И с вашим настроением Когда эмоции Накапливают Критическое значение Подавленные эмоции Возникают такие штуки Как Жесткий тиль Как депрессия И прочие Жесткие эмоциональные вещи Так По поводу эмоций Ну Вот базовое определение Эмоция Это реакция организма На любое изменение Во внешней среде По поводу осознавания Еще хотел добавить Что чаще всего Термин осознания В целом Используется В психотерапевтических Тестах И текстах Когда имеется ввиду Перевод в область сознания Некоторых факторов Которые находятся В подсознании То есть находились До этого В вашей Бессознательной компетенции Для осознания Наших эмоций Кроме собственного сознания Нам еще нужны слова Также некий Терминологический аппарат Вот Начнем с этого Что вот У нас есть определение эмоций Да Это важно Ведь мы часто думали Что же это такое Сейчас у нас есть слово Которое это определяет Будем от этого Отталкиваться в дальнейшем Интересно К вам еще такой вопрос Может ли Вообще Не быть эмоций Можно же в чате Ответить Интересно ваше мнение Разумно ли В целом Разделять эмоции На плохие и хорошие Два вопроса Посмотрю Что в чате будет Ребят У меня пока все нормально По поводу подвисания Не знаю Может кто-то подвисает У нас есть Хинический специалист На проводе Вроде бы тоже Будет что все хорошо По поводу эмоций Ребят Вопросы были Включайтесь Отвечайте Ребят Меня слышно Поставьте хотя бы Плюсики какие-то Алло Кто-нибудь О Отлично Все-таки Я на связи Это уже хорошо Я подожду Реакцию Счастье Какой-то еще Народ Кто меня слышит Поставьте плюсы Для начала Чтобы я понимал Вообще Сколько нас Вопрос сейчас Повторю Да Окей Можно Симонцить эмоции Здорово Скрытие эмоций Считается Это и есть Подавление Конечно Вопрос был такой Может ли вообще Не быть эмоций Разумно ли Разделять эмоции На плохие Хорошие Класс Хорошо Плюсы Есть Ответы Есть Задержка Конечно При вещании Мы будем работать С тем Что есть Если вдруг Я пропаду Вы сразу Реагируйте В чате Пожалуйста И напишите Это Чтобы я Это увидел Да Бог Я тоже Так думаю Ну что ж Будем работать С теми Кто вовлечен Кто хочет Кому это интересно Остальное Остальное Смотрит Записи И для себя Сделал Какие то Выводы Да Плохим Эмоции Не подразделяются Эмоции Могут люди Подразделять На плохие И хорошие Это Именно Их Восприятие Все верно Мужики То есть Мыслите правильно Мыслите здраво Мыслите В правильном Направлении В целом Люди Разделили эмоции Для себя Почему-то На плохие И хорошие И для того Чтобы Таким образом С ними справиться Ну такой был Расчет Типа Хорошие Мы будем Поощрять А плохие Подавлять И как ни странно Многим людям Кажется Что этого Достаточно В целом Вот Я когда Закал Определение Что эмоция Это реакция Организма На любое Изменение В внешней Среде Я специально Ввел термин Организм Для того Чтобы обратить Ваше внимание Ребят На некие Два условных Уровня Нашего взаимодействия С миром Я Ты Мы связываемся С миром На уровне Логики Человека Разумного И в то же время На уровне Организма На рефлекторном Инстинктивном И эмоциональном Уровне Причем Не осознавая Полностью Все происходящие Процессы В целом Какие же Бывают эмоции То есть Какими словами Они определяются Тревога Счастье Грусть И чтобы их Вспомнить Нам по сути Требуется Предпринять Некие усилия Ведь Они находятся Не в оперативной Памяти Надо выучить Их Откуда-то Из глубины И пережить Их Снова Чтобы Их Ищутить Люди С трудом Могут Вспомнить Какими словами Это оно Эта эмоция Называется Чтобы нам Было проще Дальше общаться По поводу Осознавания Эмоций Стоит вести Некоторую Классификацию Состояния В целом В психологии Да и я Предлагаю Четыре класса Базовых Эмоциональных Состояний Первое Это страх Второе Гнев Третье Печаль Четвертое Радость Да У них Есть Разная Интенсивность Страх Это может быть Опаска А также Бесконтрольная Реакция Когда ты просто Включаешь В внешней среде И дрожишь От ужаса Гнев Это может быть Некий Легкий Эмоциональный Подъем А может быть Нектролируемая Злость Когда летит Монитор Все что Лежит на столе А потом Монитор Летит В того Кто стоит За спиной Ну Или Как-то Иначе Вот в чем Прикольная Штука Страх И гнев Это эмоции Изначально Связанные С выживанием Печаль И радость Это эмоции Связаны С удовлетворением Или Неудовлетворенность Наших потребностей Страх И гнев Это самые Первичные Эмоции Если Нечто Может Меня съесть То Реакция Страха Обеспечивает Перестройку Организма Для того Чтобы Спасаться Если Нечто Меня съесть Не может Требуется Некая Другая Перестройка Организма Нужная Например Для нападения Реакция Гнева То есть С точки Зрения Главной Подъемности Организма В выживании Страх И гнев Являются Очень Даже Положительными Эмоциями Без них Ты бы Умер Дружище Без них Вообще Глобально Люди Не выжили А логические Уже Отделы Мозга Совершенно Точно Не имели Достаточного Времени Для Какого То Развития И Эволюции Однако В современном Мире Нас Больше Интересуют Социальные Взаимодействия Что Оказывается Люди Так устроены Что Угрозу Нашему эго Нашему Социальному Статусу Наши Эмоциональные Отделы Мозга Воспринимают Так же Как угрозу Целостности Нашего Организма Потому что Люди Зачастую Это просто Не разделяют Про Про Это Очень Много Говорилось В первой Тренировке Это Суждено Тоже Довольно Плотно На Большом Курсе Но Пока Оставим Вот этот Тезис Таким Образом Так вот Исходя Из того Что Мы Уже Пришли К тому Что Оказывается И гнев И страх Это Нужная Штука Для Нас Вместо Положительных И отрицательных Эмоций Я предпочитаю Использовать Термин Адекватная Эмоция Адекватная Ситуация Эмоция Или же Неадекватная Эмоция То есть Мы имеем Ввиду Ситуацию В этот момент Времени При этом Значение Имеет Как сама Эмоция Так и Степень Ее Интенсивности Немножко Побеспокоиться По этому Поводу Было бы Полезно А вот Совпадать В панику Совершенно Излишне Когда что Происходит Когда К экзамену Например Готовишься Ведь легкий Мандражик Такой Собранный Это хорошо А когда Тебя трясет От одного Вида Преподавателя Это так себе Кто спортом Занимался Прекрасно Может понять Это состояние Особенно Если кто-то Занимался Боевыми Тот Четко Понимает Что я говорю Там прям Очень хорошо Это чувствуется Да и в покере Есть некое Ожидание Есть некая Эмоция Все-таки Когда даже Выставляешься Вопрос Что она будет Перерастать И каким Образом Она будет Проявляться Как-то так Есть некие Социальные Стереотипы Которые нам В целом Мешают Осознавание Наших эмоций К примеру Ничего не бойся Если посмотреть На страх И смелость С логической Точки зрения Но смелый Человек Тот Который умеет Преодолевать Свой страх А не тот Кто вообще Его не испытывает Все мы можем Проверить Наш организм На страх Просто подойдя К высотке И поставив Вниз Ты четко Понимаешь Что вниз Не надо И это связано В первую очередь С эмоцией Страха Она вшита В подсознание Еще один Социальный Стереотип Нельзя Раздражаться Это утверждение Предполагает Некий запрет На проявление Сильного Раздражения И гнева А точнее На действия Вызванные Гневом Которые могут Причинить Твоим Окружающим Вред В целом Как бы Довольно Логично Этот запрет Он довольно Нужен Современному Обществу То есть Принес официант Тебе Не то Миню Ты такой Оп А встал Начистил Амуличика Сел Ждешь Другое Так себе Стратегия Дело в том Что мы Автоматически Переносим Этот запрет В цех Глобально Нас сами чувствовать Отсюда Столько Подавленных Эмоций Внутри Нас самих И Вместо Того Чтобы Признавать Наличие У себя Внутри Эмоций Класса Гнев И конструктивно Ими Управлять Мы предпочитаем Думать Что этих Эмоций У нас Нет Или Что Они Нам Плохие Вредят И Стараемся Избегать А потом Возникают Ситуации Типа Взрослая Девочка Мучается Когда Ей нужно Быть Твердой В отношениях Или У нее Кто-то В подчинении И Ну Или Гнев Иногда Очень Полезен Когда Нужно Настоять На своем Настоять Свои Интересы Интересы Своих Близких Достигать Своих Целей Ведь Зло Издает Энергию Некое Раздражение Дает Энергию Некое Несогласие Тоже Дает Энергию Вопрос Позитивно Будет Эта Энергия И Как Именно Ты И И И И И Печаль И Радость Это Эмоции Которые Наблюдается Уже Не У Всех Организмов Живых Только У Тех Которых Появляются Социальные Потребности Если Вспомнить Знаменитую Пирамиду Масло Пирамида Потребностей Кто не знает Загуглите Ничего Особо Интересного Но Прикол В том Что Человек Разделил Просто Потребности Уровни По Важности По Приоритетности То Мы Можем Четко Сказать Что В целом Эмоции Страха И Гнева Больше Связаны С нижными Уровнями Этих Потребностей То есть Физиологическими Потребностями Безопасности Выживания А печаль Радость С теми Потребностями Которые Возникают При Социальном Взаимодействии С другими Уже Людьми То есть Это Потребность В принадлежности Потребность В принятии Любви И Забавно Что И здесь Социум Играет С нами Интересную Шутку В современной Культуре Печаль Вообще Не приветствуется Люди Стремятся Избегать Грусти Печаль И разочарование Живут Так Аккуратненько В позитивном Подходе Много Хорошего Конечно же И ценного Это Здорово Но В правильном Своем Понимании Позитивный Подход Не предполагает Запрета На печаль Что Насчет Радости Народная Мудрость Тоже Как неудивительно Радоваться Нам Не рекомендует Смех Без причины Признак Дурачины Добро Пожаловать И Во многих Культурах Да И в нашей Славянской В том числе Некое Страдание Трагизм Жертвование Собой Оно Прямо Почитается И преподносится Нам с экранов Хотим мы Этого Или нет Но мы Из масс Медиа Это очень Плотно Впитываем Да и Сказок В том числе Кстати Ребята Вот вам Интересный Вопрос Напишите Мне пожалуйста В чат Как вы Думаете Какая Эмоция Является Наиболее Проявляемой На работе Какая Наименее Проявляемая На работе Эмоция Жду Ваших Ответов Пока Отвечу В чате Может быть Неправильно Читаю Ник Если что Извини Биллерафонд Отрицание Это эмоция Да Отрицание Это тоже Эмоция Отрицание Это Как бы Это Простыми словами Объяснить Отрицание Это Несогласие По факту Это Эмоция Которая Может быть Рождена Одной Из Трех Эмоций Базовых Страха Гнева Или печали Зависит Ситуация Контекста Акиап Ты пишешь Ты безработан Ты играешь В покер Это тоже Работа Так что Вопрос Остается Актуальным Мне бы Очень хотелось Видеть Какое-то Взаимодействие С группой Я могу Провести Лекцию Как вы Не верю Никаких Вопросов Но Хотелось Быть Ответы На какие-то Вопросы Которые Я задаю Какая Эмоция На работе Самая Проявляемая Какая Наименее Проявляемая Так Хорошо Отлично Уже Разделили Замечательно Радость Раздражение Гнев Страх Гнев Плахин Самая часто Проявляемая На работе Эмоция Страх Страх Быть наказанным Может быть Смотри Какая работа Окей Самая редкая Печаль Как же Взгрустнуть Когда тебя Наказали Для многих Это святое Накосечить А потом Грустить Хорошо Вообще По исследованиям Тут такая штука Самая Проявляемая Эмоция На работе Это гнев А наименее Проявляемая Радость По факту Скорее всего Это связано С тем Что гнев Ассоциируется С некой Властью Контролем Уверенностью А также С некой Мотивацией На достижение Чего-либо А радость С несерьезностью Беспечностью Такими Кайпушечками Работа Дело Серьезное Мы же тут Собрались Чтобы делом Заниматься А не хихикать Ребят Так же Да Покер Тоже Дело Серьезное Нельзя Подаваться Эмоциям Надо Блять Держать Себя в руках Эх Много путаницы Много Поэтому Сегодняшняя лекция Такая философская Чтобы Добавить Неких категорий Мышления Помочь Разобраться В целом В эмоциональном Инстексте Даже Можно сказать Что есть Некая Глобальная Драма В чем Прикол Для эмоций Сильной Интенсивности О которых Мы много Знаем И для Подточек Много Слов Ну Сильный Тильд В нашем Случае Давайте Так Сделаем Чтобы Не Углубляться У нас Нету Непосредственного Осознающего Инструмента Мозга В этот момент Мозг Очень плохо Работает А для Эмоций Низкой Интенсивности Когда Этот инструмент Работает Великолепно Когда Мозг Варит Как Надо Нет Слов То есть Другого Осознания Потому что Мы их зачастую Просто не замечаем И есть Очень узкая Область Где-то Посередине Когда мы Можем Осознавать Свои Эмоции Но тут Зачастую Многим Не хватает Навыка Привычки Планомерно Обращать Внимание На свое Осознание Состояние Ребят Я говорю Именно Привычки Планомерно Обращать Внимание То есть Регулярно Всегда Другими Словами Называется Осознанность Жить Осознанно Да А не просто Опа Эмоция Опа Настроение Когда с этим Работаешь Приходит потом Понимание Того Что Нету Настроения Есть Твое управление Твоим Эмоциональным Состоянием Но К этому Придут Те Кто будут Работать Кто просто Послушает И забер Болта Будут Эмоции Которые Накатили Вот я Такой Человек Эмоциональный У каждого Свой выбор Так вот Именно потому Что мы не умеем Осознавать Свои эмоции Мы не умеем Ими управлять Оскар Уальт Еще написал В свое время Что именно Те страсти Природа Которых Мы неверно Понимаем Сильнее Всего Властвуют Над нами А слабее Всего Бывают Чувства Происхождения Которые Нам Понятны Мне кажется Он прекрасно Понимал О чем Он говорит И над этим Стоит Подзадуматься И хорошенько Поработать Осознание И понимание Эмоций В целом Когда мы говорим С вами О понимании То мы Имеем ввиду Несколько Факторов Во-первых Это понимание Причин Следственных Связей Между Конкретными Ситуациями То есть Это ответы На вопросы Что является Причиной Разных Моих Эмоциональных Состояний Какие Последствия Эти состояния Могут Иметь Во-вторых Это понимание Зачем Вообще Нужна Эмоция Ее Значение О чем Она нам Сигнализирует Что она Нам Говорит Тут Такая Штука Если взять Тот же Страх Как мы От него Защищаемся Все Что нам Неизвестно Иного На уровне Организма Сначала Должно Быть просканировано Примет Опасности На уровне Логики Мы можем Быть готовы К изменениям И даже Совершенно Искренне Ждать Перемет Но Наш Организм Изо Всех Сил Им Сопротивляется Непонятное Новое Здесь Очень Прикольно Вылазят Страхи Когда Ты Поднимаешься На Новый Лимит А какие Там Реги Какие Там Фиши Вдруг Там Фиши Как Реги На Моем Предыдущем Лимите Смогу Ли Справиться С эмоциональным Давлением Это Все Неизвестные Для тебя Вещи С которыми Тебе Придется Справиться И разобраться Какими Ввести Их В Осознанность Есть Еще И Социальные Страхи То Есть Угроза Потери Социального Статуса Уважение Принятие Другими Людьми Для Тебя И Для Меня Это Так Ж Значимо Ведь Это Означает Глобально По сути Остаться В одиночестве Неосознаваемых Страхов Нашей Жизни Очень Много Гораздо Больше Чем Делать И Думать Это Тоже Плаз Для Полнонамерной Полноценной Эмоциональной Работы С этим Ничего Не Попишешь Надо Делать Надо Работать Ой Я Помню Как Мне Было Тяжело Спускаться На Лимиты Соток На 25 Возвращаться Когда Я Ведь я же регулярно 100 Какие 25 Ну Разобрался Проработал Нормально Потом Снова Вернулся На Суточки По Другому Никак Только Так Еще Очень Прикольная Штука Насчет Гнева Ребят Как Вы Считаете Можно Ли Злиться На Себя Тоже Вопрос Друзья Ответите Пожалуйста В чате Можно Ли На Себя Злиться Ну Глобально Конечно Можно Все Но Вот Если Локально Как Вы Считаете Логан У тебя Очень Интересно Фраза Сформулирована Написал Определенно То Есть Настолько Уверенно Ответил Что Можешь Расписать Почему Определенно Можно На себя Злиться Или Нужно Как Ты Считаешь Распиши Вот Ничего Очень Интересного Мнения Океав Не Злишься Никогда Красавчик Серьезная Позиция Хорошо Чуть Чуть Подожду Может Кто Нибудь Включится В Беседу Хорошо Да Мужики Окей Обещался Не бить И забухал Ну это Святой Как же без Этого Обещался Не колете Колешь Обещался Выходить Когда Тельтуешь Продолжаешь Играть Пообещался Не бить Моника Разбил Моника Да Много Мы все Себе Обещаем Про это Очень плотно В первой Тренировке Говорилось Лешвор Да Под эмоциональной Работой Предразумевается В первую В очередь Увеличение Степени Осознанности Эмоций Это Основа Это было В самом Начале Это Фундамент Пирамиды Сначала Нужно Осознать Что Мы Не знаем Мы Не можем С этим Работать А потом Уже Да Конечно Идет Работа Управления Или Уан Можно На себя Злиться На обстоятельство Нельзя Круто Интересное Мнение Я Пишешь Как Прям Осознанный Просвещенный Йог Я себе Вру Я бухаю Все нормально Главное Что я В гармонии С собой Все норм Да Давайте Введем Ребята Такую Метафору Направление Эмоций Скорее Даже Не Эмоции А Неких Возможных Действий Которые Могут Последовать За Этой Эмоцией Вот Например Страх Он Заставит Нас Убегать От Объекта Страха Или Замереть То Есть Как Страх Направлен От Печаль Скорее Направлена Вовнутрь Так Она Средотачивает Нас На Самих Себе А Вот Гнев Имеет Всегда Некий Внешний Конкретный Объект Он Направлен К Почему Ну Потому Что Такова Суть Эмоций Гнев Побуждает В первую Очередь К Драке К Некому Действию Так Вот А Какой Нормальный Организм Будет Драться С Никакой Это Противоречит Природе Но В детстве Нас Учили Раздражаться Нехорошо Поэтому У нас Возникает В голове Идея Я Злюсь На Самого Себя Это Лишь Идея Которую Мы Себе Придумали Идея В том Что Мы Наше Некое Раздражение Называем Злость От Самого Себя И Зачем Направляем Эту Эмоцию Опять Ж К Себе Правда Довольно Странно Интересная Штука Чтобы Подумать Также Эмоции Мотивация Да Мы много Говорили О том Что Мотивация Не существует Существует Осознанный Выбор В первой Тренировке И это Верно И это Круто Но Чтобы Так жить Требуется Определенный Пласт Работы Над собой Как Над Личностью В том Числе И В целом Мотивация Это Эмоция Давайте Немножко Обсудим Итак Эмоция Это Прежде всего Реакция То есть Мы Получаем Сигнал Из Внешнего Мира И Реагируем На Него Реагируем Непосредственным Переживанием Этого Состояния И Действием Одно Из Важнейших В целом Назначение Эмоции Это Подвигнуть Нас На Некую Деятельность Эмоции И Мотивация Это Вообще Слова Однокоренные Они Производят Одного И Того Же Латинского Слова Блин Как же Двигаться Сначала Не Мотив Мовере Да Мовере Все Верно Эмоции Страха И Гнева Чаще Еще Называют Реакцией Бей Или Беги То есть Страх Мотивирует Организм На Деятельность Связанную С Защитой Гнев С Сказать Что Страх Мотивирует Нас К Сохранению Сбережению Чего Либо А гнев К Достижению И Опять Приходим К тому Что Оказывается Гнев Полезный Эмоции Тоже Мне кажется У вас Уже В голове Должно Было Сформироваться Некое Такое Комплексное Восприятие Того Что Важна Не Сама Эмоция А Каким Образом Мы С ней Взаимодействуем Каким Образом Мы Ее Используем Опять же Да То Есть Можно Обсудить Еще С Принимать Решение Люди Обычно Просчитывают Различные Варианты Обдумывают Их Отбрасывают Самые Неподходящие А затем Набирают Из Оставшихся Вариантов Чаще Всего Из Двух Какой Из них Предпочтительный А Или Б И Наконец В Кое-то Минут Время Они Говорят А Или Б И Вот Что Интересно Делались Тесты Проверялось Все Это С помощью Штучек Отключенных К голове Таких Приборов Не помню Название Честно Вылетело Из головы И Именно Отдел Мозга Который Отвечает За Эмоции Включался В Решающий Окончательный Выбор Как бы Это Ни Было Но Тут Есть Такая Штука Те Же Исследования Показали Вот Что Не Только Наши Эмоции Влияют На Логику Но И Наше Рациональное Мышление Со Своей Стороны Тоже Влияет На Наши Эмоции Таким Образом Мы Можем Немножко Расширить Наше Первое Определение Поводу Эмоций Эмоция Это Реакция Организма Именно Эмоциональных Отделов Мозга На Изменения Во Внешних По Отношению К Этим Отделам Среда Наверное Славь Не Включил Еще Раз Повторю Эмоция Это Реакция Организма А Именно Реакция Эмоциональных Отделов Мозга На Изменения Внешние По Отношению К Этим Отделам Среды Это Может Быть Изменение Ситуации Во Внешнем Мире Или Изменение Ситуации В Наших Мыслях Или В Нашем Теле Вот Так Как В Поводу Осознания Понимания Эмоций Очень Хорошую Штуку Советует Джаред Тейлер Это Лучший Совет Который Вам Мог Быть Дать Кто Либо Еще Всегда После Сессии Ведите Дневник И Записывайте То Что С вами Происходило Записывайте Какие Эмоции Вы Испытывали Очень Хорошо Вспомнить Когда Они Возникали И Очень Хорошо Иметь Даже Под Рукой Некую Бумажку Куда Можно Черкануть Пару Слов Каких Каракулей Быстренько Чтобы Не Отпускать Мышку И Продолжать Валить В Покерок Чтобы Потом Уже Когда После Сессии Проходит Некая Работа Вы Могли Проще Вспоминать Что Было Иметь Тезис Опорные Пункты Которые Вы Можете Вспомнить Лучше Что Сессии Бывают Длинные Извините Телефончик Зазвонил Это Очень Круто То Я Надеюсь Что Кто Из Вас Этим Уже Пользуются А Кто Не Пользуется Крайне Рекомендую Ведь Заминка После Работает Так Ж Важна Как И Разминка Перед Ней И Именно Такая Вещь Когда Ты Выписываешь Когда Ты Прорабатываешь У Себя В Голове Это Все Когда Ты Вводишь Наружу В Осознание Позволяет Тебе Осознать И Понять Свои Эмоции Понять Себя Самого Мы Помним Это Первый Шаг Для Того Чтобы Начать Этими Эмоциями Управлять Так Осознание И Понимание Эмоций Других Людей Тут Есть Такая Табличка Все Мы Как Обычно Стремимся В Левую Часть Но Не Традиционно Того Что Можем Находиться В Правой По Факту Чего Мы Хотим Обращать Внимание На Эмоциональное Состояние Других Людей Обращать Внимание На Изменения В Эмоциональном Состоянии Других Людей Что Гораздо Важнее Понимать Какие Эмоции Спытывает Другой Человек Осознавать Каким Образом Его Слова И Действия Могут Изменить Эмоциональное Состояние Другого Человека Ну Или же Вот В этом Случае Перефразировать Каким Образом Твои Слова И Действия Могут Изменить Состояние Эмоциональное Другого Человека Также Было бы Здорово Правда Если Находясь В группе Людей Ты Мог Определить Общую Атмосферу Теряющую В группе А Также Быстро Замечал Когда Другой Человек Начинает Сердиться Или Замечал Действия Расстраивать Или Обижать Партнера Очень Круто Предполагать И Даже Осознавать Больше Каковы Причины Эмоционального Состояния Твоего Партнера Собеседника Игроком За столом Игрока За столом Престно Понимаете Что Работа С эмоциями Это Работа Не только С покерными Эмоциями Это Работа С вашей Жизнью Ну И Конечно Нам Важно В первую очередь Это Предполагать А лучше Даже Знать Каким Образом Эмоции Которые Спитывает Человек Может Повлиять На его Поведение Но К этому Надо Стремиться Это Нужно Нужно Раздевать Каким Образом Сейчас Будем Обсуждать По Сути Процесс Сознания Эмоций Других Людей Означает Для Нас Следующее Что В нужный Момент Времени Нам Стоит Обратить Внимание На То Какие Эмоции Испытывает Ваш Партнер По Взаимодействию И Назвать Их Словом Для Себя То С Этого Начинается Все Общаешься С Человеком Просто На Его Смотришь Ты Очень Много Воспринимаешь Но Не Осознаешь Ключевое Слово Осознание Как Ты Выводишь Своё Понимание Изнутри Наружу Так Немножко Начат Отвлекусь Да Все Правильно Ты Верно Сказал Тендер Называет Это Хенд Хистри В Психологии Своей Когда Ты Анализируешь Записи Потом Свои Именно Эмоциальных Состояний И Видишь Просадку И Там Он Дает Тоже Конкретные Методики Работы Так Вот Продолжаю Нашу Дискуссию Кроме Того Навык Понимания Эмоций Других Людей Включает В Себе И Умение Прогнозировать То Каким Образом Твои Слова Или Действия Могут Влиять На Стране Другого Человека Важно Вспомнить Что Люди Обращаются На Двух Уровнях На Логике На Уровне Логики И На Уровне Организма На Другого Человека Потому Что Мы Как Мужчины Мы Больше Привыкли Обращать Внимание На Логический Уровень Взаимодействия Цифры Факты Данные Слова Действия Но Парадокс Человеческого Общения На Уровне Логики Мы Плохо Умеем Осознавать И Понимать Что Чувствует Другой Человек И Думаем Что Сами При Этом Сможем Скрыть И Спрятать Состояние Других Однако На Самом Деле Наши Организмы Прекрасно Общаются Между Собой Без Нашего На Этого Влияния И Понимания И Эти Организмы Очень Хорошо Друг Друга Понимают И Чтобы Мы Там С Вами Не Фантазировали По Нашего Самоконтроля Умения Сжать В Руках Организмы Чувствуют Друг Друга Так Вот Итак Наши Эмоции Передаются И Считываются Организмом Другого Человека Вне Зависимости От Того Осознали Мы Или Нет Из-за Чего Это Все Происходит Чтобы Это Понять Нам Нужно Знать Что В Организме Человека Есть Закрытые И Открытые Системы Состояние Закрытой Системы Одного Человека Никак Не Влияет На Состояние Той Же Системы Другого Не Особо Влияет На Состояние Другого Человека То Как У нас Булькать В Животе Тоже Эмоциональная Система Относится К Открытой Это Означает Что Эмоциональный Фон Одного Человека Весьма Непосредственно Влияет На Эмоции Другого И Парадокс А точнее Суть Такова Сделать Открытую Систему Закрытой Невозможно Прикольная Фраза С одного Из Первых Моих Тренингов Там Разбиралось Очень Плотно Общение С Людьми Одно Задание Нужно Было Узнать Страшную Тайну Человека То Чем Делился С Крайне Ограниченным Кругом Лиц Нужно Было Подойти Пообщаться Бла 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 Все дела И Потом Вывести Некое Доверие Чтобы Раскрепостился И Рассказал Тебе То Самое Сокровенное Так Вот После Этого Полевого Задания Мы Сидим В зале И Тренер Выдают Фразу Ребят Невозможно Говорить Че Не так Это Было А Да Звучит Фраза В оригинале Вот так Невозможно Что-либо Продать Человеку Если Ты В губе Души Считаешь Что Он Так Себе Человечек Латекс Человек Это Считывает Не Любят Люди Покупать У Того Кто К Ним Относится С Пренебрежением Ну Либо Как-то Иначе Негативно В Их Понимание Мира Короче Иначе Говоря Как бы Мы С вами Этого Не Хотели Но Мы Не Можем Запретить Нашим Организмом Общаться Друг С Другом Ну Вот И Вот Конечно Наша Логика И слова Тоже Влияют На Эмоциональное Состояние Собеседника Обычно Мы Склонны Судиться На Медениях Другого По Тем Действиям Которые Он Совершает Именно Ориентируясь На Своё Эмоциональное Состояние Одна Из Наиболее Важных Составляющих Навыка Осознания Эмоций Других Людей Это Понимание Того Какой Эмоциональный Эффект Производит Наше Действие Очень Важно Взять Ответ За Свои Действия И Запомнить Что Люди Реагируют На Ваше Поведение А не На Ваши Благие Намерения Более Того Люди Совершенно Точно Не Обязаны Догадываться О Ваших Намерениях И Принимать Их Расчёт Если Ваше Поведение Вызывает В них Неприятные Эмоции Ну Тут Есть Два Простых Правила Если Ты Инициатор Коммуникации И Хочешь Реализовать Какие-то Свои Цели Помни Что Для Другого Человека Имеет Не Твои Намерения Твои Действия Если Ты Хочешь Понять Другого Человека Важно Осознать Не Только Его Действия Но По Возможности Его Намерения Которые Они Были Продиктованы И Скорее Всего Его Намерение Было Позитивным Добрым Просто Несколько Добрать Для него Подходящих Действий Ну По крайней Менее Я Так Верю Я Так Отношусь К Этому Миру Также Для Понимания Эмоций Других Людей Очень Важно Учитывать Что Эмоциональное Состояние Другого Влияет Наше Собственное Эмоциональное Состояние Значит Мы Можем Понимать Другого Человека Через Осознание Изменений Наших Эмоций Нашего Состояния Эмоционального То есть Мы Словно Можем Сами Чувствовать То же Что и Чувствует Человек Это Называется Эмпатия У Женщин Очень Хорошо Развитого У Мужчин Нужно Развивать Навык Не Мужской Ну Изначально Природой Заложено Так Но Развивается Довольно Легко И просто Практики Нужно Совершенно Немного Для Эм Эмоциональное Состояние Другого Проявляется На уровне Организма То есть Через невербальные Сигналы Мы можем Осознанно Наблюдать За невербальным Уровнем Коммуникации Мы Хорошо Осознаем И понимаем Вербальный Уровень Взаимодействия То есть Чтобы понять Что чувствует Собеседник Нужно Об этом Спросить И тоже Это Хороший Способ Итого Получается Три основных Метода Осознания Эмоций Других Это Эмпатия Второе Наблюдение За Невербальными Сигналами И третье Невербальная Коммуникация Вопросы Предположения Чувства Другого Человека Круче Всего Это Все Совмещать То есть Посмотрели Для себя Что-то Отметили Спросили Убедились Хорошо Работают С друзьями И близкими Незнакомый Человек Конечно Редко Сразу Выдаст Тебе Правду Но Со Временем Это Тоже Возможно Вот Повод Эмпатии Очень Интересно На самом Дель Хочу Немножко Рассказать По факту Последнее Открытие В области Неверофизиологии Подтверждают Что Способность Неосознно Как бы Отражать Эмоции В поведении Другого человека Является Врожденным Причем Это Понимание То есть Некое Отзеркаливание Происходит Автоматически Без Какого-либо Сознательного Мышления Или Анализа Есть Такие Зеркальные Нейроны Есть У каждого Человека Но Раз они Есть У всех Почему Некоторые Люди Так Хорошо Понимают Эмоции Других Людей А Другим Это Сделать Сложно Здесь Разница Кроется В осознании Своих Собственных Эмоций Люди Которые Хорошо Умеют Улавливать Изменения В своем Состоянии Способны Интуитивно Очень Хорошо Понимать Эмоции И других Людей Люди Которые Мало Способны К Эмпатии Они Вероятнее Всего Не понимают Что они Чувствуют Сами Ну И Очевидно Что им Сложно Устанавливать Контакты С другими Людями И Понимать Уже Их Чувства И Как-то Так Есть Еще Старая Фраза Тоже Скоро Тренинга Что Мастер Учит Не Навыку А Мастер Учит Состоянию И Когда Например Вот Чем Хорошо Смотреть Тренировки Которые Ведут Профи Которые Играют В Покерок И При Этом Сами Комментируют Вы Хотите Того Или Нет Но Смотря Такую Тренировку Вы Впитываете Еще И Состояние Того Человека Который Ее Ведет И Это Тоже Очень Важно Это Процесс Обучения Народная Мудрость Гласит Что Если Хотите Чему-то Научиться Наблюдайте За Тем Людьми Которые Хорошо Это Делают Чувствуйте Их Учитесь По Факту Если Разобрать Всю Коммуникацию То Из 100% Информации Мы 55% Воспринимаем Невербально То Сюда Жест И Мимика Тон Голоса Тембр Подача Язык Тела 33% Это Эмпатия 7% Это Логика Эмпатия Есть У всех Не Все Могут Ее Почувствовать Именно Поэтому В Начале Пирамиды В Ее Основании Лежит Осознание Своих Собственных Эмоций Только После Этого Ты Можешь Двигаться Дальше Реально Двигаться Дальше Ребят Напишите Пожалуйста Какие-то Вопросы Если Они Есть По Сознанию Своих И Пониманию Своих И Чужих Эмоций Я На них Сейчас Отвечу И Мы Будем Продолжать Будем Уже Общаться По Управлению Пока Жду От Вас Вопросы Если Вопросов Нет Ставьте Просто Плюсик Чтобы Я Видел Минута Вам На Все Про Все На Первый Вопрос Кры Я Увижу Начну Отвечать Вперед Отвечать 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 огонь так плахин практические среды по осознанию правильными эмоциями управление будет чуть дальше по осознанию после сессии записывай по ходу жизни научить их замечать обращая внимание чтобы происходит у меня началось им заниматься у меня в телефоне в иверноуте была даже такая заметка называлась по ходу жизни когда что-то происходило что меня выдраконивала либо как-то менял эмоциональное состояние я это записывал туда после этого приходя домой логически сам собой обсуждал вообще что со мной происходило почему это самое происходило зачем все эти вопросы были в начале тренировки на слайдах кайдара 66 спорный вопрос развита природой эмпатия развитого женщины больше не потому что она природой а потому что из детства мужики нет тут можно но долго спорить однако почему они это развивают а мужики не развивают потому что может быть мы живем совершенно по-разному мир на сфере совершенно по-разному и зачастую то что у людей получается и сразу начинает развивать то что у них дано они как-то проявляют свои таланты интересно штука на подумать в целом даются эмоции женщинам лучше чем мужикам но только в том случае когда у них есть тоже доля осознанности потому что многим эмоции не то что даются их просто накрывают хочу с этим делать им тоже не знаю ничего все это решается залива к лайн покере эмпатия на эмпатия по жизни нужно и она очень нужна в оффлайне мой вам совет поиграется в оффлайне хотя бы с друзьями но только на бабло очевидно чтобы было был эмоциональный фактор прочитаешь эмоции человека когда ты его не видишь ну это возможно вполне возможно по его действиям по его разбрасыванию или сохранению фишек по его разумным или неразумным колом и знаешь почему ты сможешь это прочитать кайдара 666 потому что когда ты осознаешь свои действия эмоции когда ты их прописываешь а потом с ними работаешь ты очень легко увидишь похожие реакции у другого человека а зачастую мы очень похожи в этом плане между собой люди да платит попробуй девочек крутая верно лучше которую я знаю по поводу осознавания своих эмоций который отдел сам окей давайте продолжать давайте двигаться дальше управление своими эмоциями давайте не будучи на список снова вы сами можете это сделать и прекрасно понимаете в какую часть списка нужно стремиться так вот управление своими эмоциями строится на трех принципах принцип ответственности за свои эмоции принцип принятия своих эмоций и принцип целеполагания управление управления эмоциями принцип ответственности за свои эмоции за что я не так давайте даже по-другому сформулирую принцип можно сформулировать таким образом за то что я испытываю в определенный момент времени несу ответственность только я как же так скажите вы мы же не можем повлиять на то что говорит на другой человек да действительно саму ситуацию мы изменить можем далеко не всегда однако сейчас мы говорим о нашем эмоциональном состоянии а вот как раз так и и как раз таки им можно управлять и первый самый важный шаг это признаться самому себе да я способен сам управлять своим эмоциональным состоянием это значит взять на себя ответственность за свои эмоции действия а также последствия которые за ними идут только ты и ты ответил за то что приходит с тобой в твоей жизни дальше второй принцип принятия всех своих эмоций ребят всех своих эмоций мы уже разбирали то что все эмоции являются полезными в той или иной ситуации и именно поэтому нелогично нам всегда исключить какую-то эмоцию своего поведения пока мы не признаем наличие эмоций мы не видим их либо куда конкретную эмоцию можем не видеть а при этом мы не можем и хорошо видеть и ситуацию в целом то есть мы не обладаем достаточной информации о ситуации ну и естественно не признавая наличие какой-либо эмоции мы не можем с ней расстаться не можем с ней поработать она и так остается где-то внутри в виде неких мышечных зажимов психологических травм и прочих неприятностей а если вдруг мы запрещаем себе испытывать эмоцию которую считаем негативной то наше эмоциональное состояние еще больше ухудшается аналогично если мы запрещаемся искренне радоваться и радость начинает исчезать грустненько весьма понимаете в чем дело теряя часть своих эмоций мы теряем и ощущение полноты жизни это погоня за этими эмоциями она будет выражаться если не в одной сфере то в другой это очень интересная мысль мы не вернемся в конце лекции однако есть еще и другой путь это вернуть эмоции в свою жизнь вернуть это не значит стать эмоционально не сдержанным это значит принять право эмоции на существование и найти дополнительные способы управления ими народ вот третий принцип да целеполагание в управлении эмоциями при выборе любого поведения ключевым является ответ на один вопрос какая моя цель помимо целей у действия есть еще две важные характеристики это цена и ценность ценность это выгоды которые я получу совершив данное действие цена то чем мне придется заплатить за получение этих выгод и сделать так чтобы получить только ценность и не платить никакой цены могут только изощреннейшие манипуляторы и то крайне редко и давайте не будем заниматься самообманом и считать что мы мастеры манипуляций максимально эффективные действия при управлении эмоциями это те которые могут помочь нам достичь нужного результата нужной ценности при наименьших затратах цене сюда же хочу добавить такую ремарку когда начнете заниматься осознаванием своих эмоций записыванием и в целом рассуждением хотя бы даже наравне с самим собой что я делаю зачем я это делаю почему я это делаю многие из вас а может быть не многие а только некоторые убедятся в том что иногда просто получение самой эмоции точнее ее выплеск реализации являлась важной самой ценностью и цена там в стэк для вас не имела значения иногда бывает настолько выдраганет отношение какое-то социальное с родными и близкими на работе с девушкой и в этот момент времени человек берет эту эмоцию и подавляет зажимает он садится за стол и какая-то неадекватное действие или какая-то раздача является просто спусковым крючком чтобы эту эмоцию выместить и выплеснуть то есть вы платите за свою эмоциональную терапию такую странноватую конечно но как есть подумайте над этим посмотрите на свою игру внимательно и помня про эти слова кому-то может быть очень полезно кого-то может быть очень сильно просветлительно эта фишка и того алгоритм управления нашими эмоциями тадам осознать свою эмоцию разобрали понять четко свои цели в данной ситуации четко определить чего я хочу добиться далее определить в каком эмоциональном состоянии я буду максимально эффективен при достижении своей цели выбрать способ достижения нужного эмоционального состояния достичь состояния используя выбранный способ простой пример раздача у нас летит большой баррель 3 на ривере мы положили человека на диапазон сделали выводы и очевидно наша цель это выиграть деньги ну а сэкономленный рубль заработанный рубль это все знают и наше решение должно быть такое мы либо колем когда у нас есть больше процентов на выигрыш либо фолдим когда мы понимаем что мы стоим сильно позади однако есть третий фактор например наши эмоции бэд колы да это что такое да не может быть да ладно чувак да ты гонишь какое да ты обманываешь да ты блефуешь это наша эмоция которая есть которая тоже подергивает наш пальчик указательный нажать на кнопочку кол и очевидно что в таком состоянии эффективности мы не добьемся нужен другой какой способ достижения тот же тендер круто предлагает перед каждым решением делать два-три вдоха-выдоха дыхание очень хорошо помогает при работе с эмоциями как минимум оно позволяет ее сбросить и принимать рациональные решения становится проще сюда же задействование логики и другие методики дальше использовать это все и реализовывать в своей игре в целом как бы управление эмоциями можно подразделить на две группы снижение интенсивности негативные эмоции или же переключение ее на другую то есть негативные эмоции в нашем с вами значении то что мешает действовать нам эффективно сложить ситуацию а позитивное то что помогает ну и соответственно после того как мы переключились мы вызываем в себе усиливаем эмоцию позитивную то есть ту которая помогает нам действовать эффективно получается некий такой квадрант тут некие есть определения это куски из полного курса какие-то часть из этого мы обсудим какие-то нет сегодня но по факту как бы есть методы онлайн и оффлайн то есть онлайн методы это в моменте нужно иметь спокойствие умение сброситься тушить пожар то есть онлайн метод для нас это вдохи-выдохи проактивный метод оффлайновый метод это когда мы работаем с эмоциями мы их осознаем мы разбираемся что с ними происходит куда они нас ведут осознанно делаем выбор нужны или не нужны попробуйте просто хоть раз осознать свое поведение эмоциональное и вот оценить его логически и просто для себя решить нужно мне это или не нужно вы удивитесь как сильно и глубоко это работает с вашим с вашей головой с вашим подсознанием в том числе вызывание в себе эмоций да то есть зажигаем искру это значит находим некую искорку которую потом просто раздуваем поддерживаем огонь в очаге это в целом про перестройку мышления на правильное позитивное которое позволяет достигать цели как-то так то есть еще раз да реактивное управление эмоциями надо нам когда эмоции уже появились мешает нам действовать эффективно проактивное управление эмоциями это уже вне конкретной ситуации происходит и включает в себя анализ ситуации почему я так завожусь что в следующий раз можно сделать иначе также работа над созданием нашего общего настроя и фона настроения и того вот вот полный квадрант например который мы будем разбирать на полном курсе то есть здесь уже более точно более четко моменты и всякие вещи сейчас кратенько коснусь каких-то из них в целом техники управления нашими эмоциями мы можем подразделить на телесные и ментальные телесные связаны с управлением эмоциями на мышечном уровне поскольку как мы с вами помним эмоции живут в теле а ментальное это управление эмоцией с помощью изменения наших мыслей ну вот дыхание да это самодействие эффективная техника управления эмоциями я вам про это говорил и это один из самых крутых советов для игрока в покер перед каждым кликом сделай вдох и выдох ну важным кликом то есть нужно фолдить там 2-3 и ты на УТГ фолд можешь не дышать можешь сделать на вдохе или на выдохе а вот если кол на ривере или сам решаешь ставить второй или третий баррель подыши будет полезно дальше вербализация чувств это тоже старый очень добрый метод он называется иногда другим простым словом выговориться то есть если вы не накапливаете эмоции в себе то вам гораздо легче и для того чтобы поделиться с другими людьми требуется несколько предложений пару минут времени и есть еще одна прикольная штука чтобы не сливать все говнецо на наших дорогих друзей очень круто вести дневник ну вот хэнд хистерии наших национальных состояний и выписывать туда это все эффект точно такой же или даже гораздо лучше потому что когда ты сам с собой ты можешь быть максимально искренним и честен в том что происходит и почему сюда же переключение на логику да то есть то что давал тендлер это задействование логики его книжки очень круто там даже есть эти тезисы их можно просто control v control c и распечатать повесить перед моником и использовать работает замечательно сам часто делал проверял огонь еще очень интересная штука по поводу наших эмоций их выражения в основном мы общаемся между людьми между собой о своих эмоциях через так называемое ты послание ты меня раздражаешь не надо меня запугивать и так далее ты такой-то но ты послание вызывает раздражение и недовольство ребята это сейчас будет очень важно этот человек с которым вы общаетесь он вас не раздражает вы сами раздражаетесь человек просто решает какие-то свои задачи при этом вы испытываете определенные эмоции и именно об этом стоит сообщать через я послание что это значит я начинаю злиться я немного беспокоен или я в эйфории я радостный слова и речь это наш способ проявления себя в этом мире пока мы что-то думаем мир никак не может об этом узнать только рассказать другому человеку или записав свои идеи мы можем поделиться ими с миром кроме этого излагая свои мысли другому человеку мы мы хотим быть понятными а значит каким-то образом структурируем свои мысли и поэтому иногда идея даже рассказать что-либо другому проговаривая ситуацию мы начинаем замечать то что не замечали раньше ну здесь опять же да то есть то что я и говорил есть моменты если можно максимально искренне и структурированно записывать свои эмоции как будто ты общаешься с кем-то и общаешься просто на бумаге эффект покруче искренности и искренности больше а значит ты и больше сможешь увидеть и проявить вербализация это очень крутой способ осознавания своих эмоций забавная штука что когда люди записывают на бумагу то что они переживают у них снижается артериальное давление и даже частота пульса и при этом улучшается работа иммунной системы это исследование которое близко задокументировано правда полезно есть еще одна очень полезная штука так называемая метапозиция это как бы взгляд стороннего наблюдателя когда ты смотришь на ситуацию так как будто бы ты наблюдал за собой за своим поведением со стороны таким образом ты выходишь из ситуации и оставляешь свои эмоции внутри нее и можешь встретить ситуацию объективно тоже очень полезно при анализе не только покера но и в своей жизни в целом в своих взаимоотношениях в целом полезная штука очень ребят как известно сильные эмоции мешают нам думать мне не известно что верно и обратно активный мыслительный процесс снижает интенсивность испытывающих нами эмоций и в ситуации когда мы возбуждены или сильно волнуемся каким-то событием полезно начинать думать умение справляться с сиюминутными импульсами является одной из составляющих навыков управления своими эмоциями это тоже очень важно и тут еще такая штука да давайте тоже обсудим есть некие средства профилактики пожаров я вам очень рекомендую мышечную релаксацию эмоции создают в нашем теле физическое напряжение естественно снимая его и расслабляясь мы снимаем и эмоциональное напряжение что это значит значит что различные йоги и растяжки и массажи это очень полезно и очень нужно нам как игрокам потому что давайте будем откровенны мы не мастерам управления своими эмоциями даже если мы что-то поднасобирали с этим нужно как-то дальше жить и работать и не все сразу будет осознаваться и можно убирать неосознанно хорошее массаж да и просто сходите на хороший массаж а потом обратите внимание как изменились ваши мысли и ваши ощущения и ваше настроение неспроста сюда же подходит хорошо баня баня за счет температурного воздействия тоже выжигает из тела эмоции накопленные есть еще один классный способ называется проораться делаю сам пару раз в год выезжаешь в чисто поле и начинаешь орать все что хочешь все что насобиралось все что драконит или просто так назад уже в город возвращаешься совершенно другим человеком тут очень много перечисленных способов на этой табличке но не будем мы всех перечислять много из них требующих подробного объяснения они будут в большом курсе там много плотной работы хочу здесь еще обсудить вот что позитивный подход ребят позитивный подход позитивное мышление это не то же самое что слепой оптимизм и розовые очки вся суть в названии позитивным происходит от слова позитум то есть то что есть в наличии это означает то что я называю позитивным подходом в некоторых американских источниках называется как рациональным оптимизмом это опора на то что хорошего уже есть у нас в наличии а не на то что прекрасного может случиться в будущем к сожалению у нас у славян в почете мучиться чувством вины и вдумчиво изучать свои ошибки и стремиться к совершенству и делать пессимистические прогнозы развития событий это считается умным а вот быть позитивным и предпринимать они на собственные сильные стороны и дать оптимистические прогнозы считается простоhyм и легкомысленным путем ребят прогнозы нужно сделать просто правильная а вот быть позитивным хвалить себя за сильные стороны и обращать внимание на то, как ты сорвал хорошо и правильно хвалить себя за это благотворить себя за это playing такие подарки,бонусы Радоваться своим успехам – это очень правильно. Повод ожиданий будет чуть дальше. В целом, очень правильная вера в то, что этот весь мир, он крайне дружелюбен к тебе настроен. Он тебя любит и помогает тебе. Так жить проще, как минимум. Тоже тема большая. Тезисно звучит примерно так. По поводу похвалы еще. Есть такая штука – конструктивная, обратная связь для самого себя. Она не имеет ничего общего с захваиванием и самооценкой, а также с гноблением и негативом, или злостью на самого себя. Анализируя все те действия, которые мы с вами совершаем, мы можем сортировать их в две группы. Первая – эффективно, в следующий раз буду делать так же. И вторая группа звучит дословно. В следующий раз буду делать по-другому. Это очень важно. Это не стандартный анализ, правильно-неправильно. Это анализ из категории «эффективно», продолжаю. И в следующий раз буду делать по-другому. Тут нету слова «неэффективно». Здесь есть слово «только такое». Или слова, да. В следующий раз буду делать по-другому. Есть такой чел, Мартин Селигман. Он исследователь оптимизма. Он выявил три кита пессимизма. Первое – это обобщение. Ну, по факту мы сейчас говорим о том, как делать не надо, да, ребят? Обобщение. Что это значит? У меня вообще ничего не получается. Никогда. Я не могу выиграть в эту игру. Меня все переезжают и читают, да. Дальше. Самообвинение. И только я во всем этом виноват. Никогда ничего не получается. И совершенно ничего не получится, там, бла-бла-бла. Это все моя вина, там, гнобление себя. Я немножко неправильно, наверное, сформулировал. Я сейчас прикинул так. Еще раз эти потремки там, то там я почему-то все это в единое целостное закинул, как мне это в голове есть в данный момент, да. Если бы более структурировано, чтобы было понятно, по факту обобщения, да, то есть у меня вообще ничего никогда не получается. Второй кит – это самообвинение. И только я во всем этом виноват, да. И третий кит – это неизменность. У меня никогда ничего не получалось и никогда не получится. То есть вот эти вот три вещи, да, это некая гиперболизация и генерализация, да. Вот их нужно отслеживать и выдавливать из себя, уничтожать, менять свое мышление, делать по-другому, настраиваться на позитивный лад. Так вот, конструктивная обратная связь самому себе именно и позволяет нам обойти эти три кита и дать четкую и, самое важное, объективную, то есть безэмоциональную оценку ситуации. То есть главный критерий качественной обратной связи – это ее безоценочность. Представьте себе что-то, что мы сами себе говорили внутри крайнего уныния. И это нам говорит кто-нибудь другой. Что вы себе говорите, когда вам грустно, когда вы там злитесь сами на себя, да. А теперь представьте, что это вам сказал кто-нибудь со стороны, дайте угадаю, как минимум вы, а конкретно ты, очень сильно обидишься, как минимум. А может что-нибудь сломаешь. Да, может вообще с этим счетом общаться перестанешь. Так зачем же самому себе делать больно и плохо? Незачем. Ребят, это очень важно понимать, почему же тогда мы позволяем сами себе так себе относиться и так о себе высказываться. Это нужно менять. Это очень важно. И я не призываю вас постоянно находиться в позитивном настроении. Как мы помним, страх, гнев и печаль – это тоже полезные эмоции. И допускать только позитивные эмоции в свою жизнь, мы теряем большое количество информации и можем пропустить что-то важное. При этом же, когда мы позитивно настроены, у нас значительно сложнее запихнуть что-нибудь негативное, сложнее, чем либо расстроить или вывести из себя. В этом фишка. Таким образом, именно позитивный подход создает для нас твердую опору под ногами и своего рода защиту чрезмерного влияния на нас с вами и неприятных событий и эмоций. Сейчас хочу немножко еще поговорить по поводу цели и ожидания и сопротивлений. Многим эта тема знакома с предыдущей тренировки. Мужики по управлению эмоциями, мысли, комментарии, наблюдения, вопросы. Пишите в чат, пожалуйста. Я подожду, посмотрю. Че, как. Кайдонара. Качалка. Хорошая профилактика стрессовых ситуаций. Да, любая физиологическая, любая активная, очень мощная физиологическая активность, она позволяет переключить мозг и выписывать эмоции. Так, мужики. Вопросы. Жду вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова раз вопросов нет я готов продолжать дальше ребят только мне очень важно понять вообще меня слышите поставьте пожалуйста плюсы хотя бы или я блять так нудно рассказываю что мы все уснули о ван дюква трансляция идет супер хорошо мужики идем дальше ребят что такое сопротивление у нас есть ожидания у нас есть реальность и несоответствие реальности ожидания это все очень я подробно обсуждал в первой тренировке вращаться к этому не имеет никакого значения просто важно понимать то что тильт часто а точнее всегда зачастую проявляется из-за ваших неправильных ожиданий неправильных целей неправильных стремлений сюда можно отнести желание выиграть деньги здесь и сейчас желание быть лучше чем этот оппонент и ему это доказать желание его переиграть или обдумать во что бы то ни стало они рациональное действие исходя из диапазона которого мы положили сюда же очень важная штука цели которые имеют отношение к деньгам приводит к очень вредным желанием контролировать дисперсию а это невозможно мужики эта игра вам ничего не должна если вы выбрали играть в покер то принимайте его правила игры они пытайтесь наложить свои на него покеру неважно вы сами решили зарабатывать азартной игрой где есть дисперсия игра не должна вам возвращать ничего что вам у вас забрал дисперсия линии это очень полезная линия и очень вредная одновременно понимаете в чем дело я общался с бизнесменами которые открывали свои казино онлайновые и оффлайновые и просчитывали все эти вещи я видел некие графики связанные с дисперсией и там четко было видно что могут быть игроки которым будет вести практически всегда на протяжении огромного количества времени и будут те которым просто будет не заходить и здесь ничего не поделать предположение о том что случайные события имеют память например мне три раза зашло сейчас не зайдет или же наоборот это тоже жесткое заблуждение шанс выпадения карт всегда одинаково если вдруг вы до сих пор подойдете в гасыче него что-то еще ребят поиграйте вживую друзьями серьезно вы можете убедиться за как за один вечер вы раздавая карты сами до таких раздачно сдаете что можно просто удивиться очень мрачно просто ва какая жесть творится и это не гасыче покер старс просто так выпало ничего более и повлиять в это никак не можете в покере справедливости нет простому человеку на самом деле очень сложно понять законы вероятности которые идут в разрез с его якобы интуиции а точнее эмоции которые связаны с ожиданием и желанием выиграть денег это вам еще один тезис на подумать при анализе своих эмоций ребята мне к вам есть большая просьба забудьте пожалуйста о концепции кармы в целом в любом виде при игре в покер не работает нет цели какие же они должны быть ребят если вы хотите выиграть из своих оппонентов деньги всегда всегда заканчиваем сессию в плюс то с покером вам возможно стоит завязать но здесь важно понимать что желание выигрыша и желание выигрыша совсем разные вещи у вас может быть только одно желание стать лучше как профессионал а значит обладать большими компетенциями только это может привести к тому что на вашем банкроле будет все больше и больше цифра их порядок будет увеличивать цели нужно ставить только на то что зависит от вас самих для этого трезво оцениваете то что зависит только от вас это правильное решение количество отыгранных рук это укладка на диапазон да ну правильное решение так комплекс навыков к сожалению я не учу правильным решениям есть профи которые на этом сайте обучают их курсы весьма ценные стоят того чтобы с ними ознакомиться еще на секторе есть от вас количество обучения а также качество сколько вы рук проанализировали какие тренировки посетили какие вещи из того что вы узнали внедрили как внимательно и четко и честно вы оценивали свои руки и разбирали таким образом вы изучали оценки рук на форуме общались ли вы с игроками и лимиты выше чем вы и успешнее чем вы тоже очень важно и конечно же контроль и развитие эмоциональной компетенции ваши эмоции мужики это ваша личная ответственность будете развивать будут результаты не будете развивать очевидно что останется на том же уровне еще важный момент покер ребята это работа не способ получения эмоций от жизни это очень важно и при осознании своих эмоций обратите внимание на то что бы вы играли именно в покер и занимались работой достижением цели по принимаю пол принятию правильных решений они выплескивали то что вас накопилось внутри или же не получали или же не сервис покер для того чтобы покайфовать то есть порадоваться for fun не делайте осознанно то есть вы там находите лимиты пониже у вас там грубо говоря есть дедлайн 15 баксов дай поляпну ради прикола да все хорошо но это чтобы было осознанно и низкотекурии что дябнул пивка день говно сейчас сяду всех покерок нагнул и вот таким образом добираешь эмоций которых по жизни не хватило драйв азарт некое ожидание некое некое понятие самооценки когда тебе прет да или же самогнобление когда не прет кому-то по жизни эмоций не хватает пытаются добирать покер мужики если вдруг каким-то образом кого-то из вас это за дело если тебя это вдруг касается осознай так можно быстрее и пересмотри свое отношение к этой игре это не игра это работа ну что ж мы подходим к концу завершение еще несколько тезисов и некоторые рекомендации ребят в покере очень много места для самообмана именно поэтому я призываю вас заниматься анализом своих эмоций если самообман коровится именно в них будьте собой честны лучше признать свои слабые стороны чем поддаваться на эту фигню все таки наша цель расти становится сильнее лучше зарабатывать больше для этого нужно максимально честно признать что происходит с тобой в данное время признай пожалуйста свои сильные и слабые стороны во всех аспектах как минимум игры в покер а в целом по жизни очень полезно и ты удивишься какой сильный и мощный эффект это окажет дальше всегда обращай внимание и радуйся когда тебе везет это очень полезно это круто это часть позитивного мышления и это не только про покер говорю про жизнь в целом нашел денежку порадуйся и порадуйся и один раз два раза вспомни потом через пару часов и снова порадуйся накапливай позитив это здорово и так же избегай слушать рассказы и истории про бэдбиты это любимая тема всех покеристов слизь говнецо на друзей чтобы они послушали какая же несправедливая игра дело в том что наше общение наши слова вызывают определенные мысли и люди которые рассказывают про бэдбиты испытывают определенное состояние которое тоже на вас влияет вам оно надо? мне кажется нет а лучше сделать это осознанно и прям четко и ясно скажи своему другу или партнеру что дружище давай не будем слушать бэдбиты давай обсудим саму раздачку пойдем дальше если вдруг хочешь рассказать как ты выставился там с тузами и у тебя переехали двойки ну бывает это игра фокусируйтесь на правильных вещах подготовка очень важно перед каждой сессией то есть грубо говоря как она может выглядеть это пять минут да когда ты стоишь думаешь о том что будешь делать ставишь цели на игру думаешь о каких-то новых элементах технических которые будешь использовать и глубоко хорошенько дышишь просто за счет дыхания ну еще сюда входит конечно же отключение всякой лабуды типа телефонов мессенджеров чтобы играть сконцентрированно и осознанно кто владеет какими-то медитативными техниками да там или умеет уже работать со своим сознанием применяйте применяйте это будет полезно это будет эффективно ну и конечно после сессии обязательно разбирайте то что не дает покоя делайте записи в дневник по пунктам что вы сделали хорошо во время игры какие эмоции вы испытывали ваше лучшее решение и ваше худшее решение анализируйте становитесь лучше так мужики ну чё на этом моя информация на сегодня закончилась давайте вопросы наблюдение комментарии жалобы на режим давайте я жду в течение минутки что-то будет я на все отвечу если вопросов будет не будет мы завершим нашу тренировку на сегодня здесь вам будет очень полезно и было и будет записывайтесь на мой полный курс он будет очень крутой там будет очень много практики кто готов работать расти эмоционально духовно зарабатывать больше становиться лучше добро пожаловать я всегда открыт для вопросов на форуме в личке в ВК спасибо за приятные слова в чате ребята очень ценно очень приятно опа какой то вопрос есть в топике сейчас посмотрим а вопрос такой хотел поинтересоваться какие техники ты посоветуешь чтобы справляться с накопленным тильтом то есть эмоциями во время даунстриков это садишься играть и подознательно ожидаешь что проиграешь когда все меньше хочется из-за этого играть хотя интерес к покеру не пропадает как себя настроить на оптимальную игру с максимальной концентрацией ну вопрос из категории на самом деле мне оторвали руку как не вырастить другую то есть здесь ответ на эту штуку будет максимально просто и эффективным использовать то о чем мы говорили сегодня то есть осознание своих эмоций и как минимум ты этого избежишь в процессе игры те техники которые я тоже избирал а если уже эти эмоции есть там есть набор плотных специализированных техник к сожалению они довольно объемные чтобы сейчас обсуждать это будет на полном курсе из быстрого это тот же массаж хорошее переключение на физуху банька работает очень хорошо ребят просто попробуйте когда вас будет так драконить сделать это вы удивитесь как ваше тело связано с вашим целым состоянием и как с помощью тела можно его выправлять ну и то что писал этот человек как бы еще связано с тем что много находится в безвестной компетенции есть некие глюки даже как это правильнее сказать противоречия внутри своей головы это нужно доставать через осознанность работать прописывать сесть выписать разобраться что как подумать вообще что о чем вообще не глючит ли меня и все ультимейт курс будет онлайн только ли можно подойти пообщаться ультимейт курс будет онлайн но я кроме самого курса буду доступен для вопросов у нас будет прямое общение между участниками и в этом то его ценность что это будет не просто лекции с заданиями с вашим выполнением с моим обратной связью также мы можем пообщаться если что то очень важно напрямую конечно это полный курс полноценная поддержка это тренинг не просто видосик который ты посмотрел и лав нет это курс это тренинг так спасибо за тренировку масса информации может какие-то дыхательные техники можешь посоветовать для работы с эмоциями смотри да плахин могу первое просто глубокое дыхание методичное вдох выдох вдох выдох вдох выдох вторая техника позволяет устаканить все свои эмоции называется дыхание по квадрату то есть ты считаешь про себя например до 3 или до 5 делаешь вдох то есть раз два три это все вдох потом задерживаешь дыхание на те же 3 секунды раз два три делаешь паузу потом делаешь выдох раз два три потом делаешь еще раз паузу на 3 секунды перед вдохом получается твое дыхание делится на 4 цикла как 4 стороны квадрата подышав так около пяти минут можно сбросить практически любое эмоциональное состояние достаточно иногда просто даже двух-трех минуточек попробуй понравится так ребята может еще есть вопросы здорово тогда завершаем всем спасибо за внимание спасибо за участие спасибо что пришли все будут смотреть в записи я вам желаю тоже удачи как и всем растите над собой работайте над собой растите становитесь лучше всего самого самого хорошего ребят ovо спасибоiran это я